Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске. Чувашия, Сычуань. Как развивается совместный проект в Порецком районе? Сезон ремонта, где развернутся масштабные дорожные работы. Массрестлинг в Чувашии. Зачем выводить противника из равновесия? В «Республике» готовятся к сезону ремонта дорог. Предстоящий фронт работы, меры по ужесточению надзора за подрядчиками, обсудили сегодня в Доме правительства. Подробности у Дмитрия Ковалева. Масштаб задач колоссальный. Более 4,5 миллиардов рублей в этом году направят на ремонт региональной и муниципальной сети автодорог. Работы запланированы на 101 объекте. В 2019 году планируется выполнить на местной сети автодорог капитальный ремонт и ремонт автодорог твердым покрытием протяженностью 104 километра. В границах сельских поселений планируется восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов протяженностью 135 километров. Электронные торги пройдут в ближайшие недели. Глава региона отметил, что к работам подрядчики должны приступить уже в конце мая. За исполнителями госконтрактов в правительстве республики наладят тотальный контроль. Если где-то какие-то там угрозы вы видите, или там фирма-однодевки будут сейчас выигрывать через электронные торги, их надо просто вычищать, отменяя даже те торги, которые объявлены. 30% скидки дают на дорожном хозяйстве, это надо подвергать очень большим сомнениям. Подрядчикам рекомендуют пересмотреть и способы доставки материалов. Будут большие объемы инертных материалов, которые должны будут перевозиться с Урала, где основные карьеры находятся. На планерке обсудили и ход подготовки к детскому оздоровительному сезону. Заявочная кампания по приобретению путевок прошла без боев. Прием заявлений для всех муниципальных образований Чувашской республики будет свободен с 6 мая. Сохранены все льготы на уровне прошлых лет. Это оплата стоимости путевок в размере 5% для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 20% для детей из семей, у которых средний душевой доход составляет, не превышает 150% в величии прожиточного минимума, 30% у кого средний душевой доход составляет от 150 до 200%. Глава республики отметил, что бюджет оздоровительной кампании в этом году превышает 500 миллионов рублей. Планируем оздоровить и в оздоровительных лагерях, и включая пришкольные лагеря, не менее 109 тысяч наших молодых граждан, наших детишек. И еще одна новость из Дома правительства. Профессиональный колледж имени Никольского, Межрегиональный центр компетенций и транспортно-энергетический техникум из Канаша выиграли федеральные гранты. Многомиллионные суммы направят на реализацию образовательных программ. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев, Республика. Первым вопросом повестки дня завтрашней сессии Государственного Совета Республики станет отчет главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности Кабинета Министров за прошлый год. Одна из главных задач правительства – выверенная социальная политика. Как отметил министр труда и социальной защиты Сергей Дмитриев и министр финансов Светлана Янилина, по сравнению с прошлым периодом, расходы на государственную поддержку населения выросли на 12%. В республиканском бюджете ежегодно предусматриваются достаточно серьезные ресурсы на социальную политику. В целом, по прошлому году расходы по данному направлению были более чем 19 миллиардов рублей. В общем объеме расходов на социальную политику больше расходов у нас идет на социальные выплаты. В прошлом году социальные выплаты из бюджета было выделено 6,8 миллиардов рублей. Необходимо отмечить, что в прошлом году Чувашская республика отмечена была в числе 16 регионов по Российской Федерации, которые выполнили майские указы. На сегодняшний день необходимо подтвердить то, что все меры социальной поддержки, которые были в Чувашской республике в 2018 году, они все сохранены. Все обязательства республики перед гражданами по различным выплатам, в том числе по жилищно-коммунальному хозяйству, по детским пособиям, по выплатам ветеранов труда, они все обязательства выполнены. На поддержку многодетных семей мы направляем ежегодно около 1 миллиарда 300 миллионов рублей. На поддержку наших ветеранов около 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Особое внимание это государственная поддержка по оплате жилищно-коммунальных услуг. В этом году мы выделили 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это практически на 365 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Историческая дата. Сегодня, 29 апреля, отмечается День государственных символов Чувашии. 27 лет назад Верховный Совет Республики принял постановление о государственном гимне, гербе и флаге Чувашии. Автор государственного флага и герба – Ильи Юрьев. Цвета флага – желтый и пурпуровый, традиционные цвета чувашского народа. По центру полотнища расположены древние эмблемы «Дерево жизни» и «Три солнца». В основу гимна Чувашии положена песня «Таван Щершив», музыку которой написал Герман Лебедев, а слова – Илья Тукташ. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем поздравлении отметил. Государственный флаг, герб и гимн Чувашской республики воплотили в себе неприходящие ценности нашего народа, его многовековую историю, самобытную культуру, богатые традиции. Перед нами стоит важная задача – воспитывать в молодежи гражданское самосознание и любовь к родине на основе духовно-нравственных ценностей, что невозможно без уважительного отношения к национальным символам. В республике планируют создать банк данных заключенных. В него намерены вносить фамилии осужденных, которым до выхода на свободу остается полгода. К такому решению пришли на заседание по обеспечению правопорядка. Для чего это необходимо в нашем материале? 75% рецидивов на счету преступников, у которых нет постоянного источника доходов. Такую статистику за последний год приводят в республиканском МВД. С начала года из мест лишения свободы вышли 560 человек. За помощью в трудоустройстве обратились 46. Эти цифры говорят сами за себя. Создаваемая база данных позволит заранее подключиться к решению проблем трудоустройства бывших заключенных. За полгода базу данных унесем и будем изучать вместе. И вместе с вами уже планируют работу по выходу его с места лишения свободы. Я говорю, что направлена работа будет в этом плане. Квотирование рабочих мест еще один способ социализации бывших заключенных. Когда человек занят трудовой деятельностью, он по-другому вообще ведет себя и поведение совсем другое. И по сравнению с теми, которые не хотят трудиться и вообще процессно относятся к трудовой деятельности. Они уже намного, как бы сказать, проблем больше создают, чем те, которые на самом деле встают на путь исправления. В Минтруда тесно работает СУФСИН. В каждом учреждении работает справочно-консультационный пункт. Проходят ярмарки вакансии, оказывается адресная помощь. Но процент тех, кто нашел свое место, все равно пока невысок. К нам сегодня практически обращаются 100 человек. Это очень мало. Нужно для того, чтобы обратилось гораздо больше людей. Для этого мы должны как-то мотивировать вместе с МВД и СУФСИН этих людей, для того, чтобы именно было у них желание работать. Если есть желание работать, практически каждый желающий на сегодняшний день может подустроиться. Возможностей для полноценной жизни бывших осужденных становится все больше. Главное, захотеть ими воспользоваться. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика. Работа по реализации инвестиционного проекта Чувашия Сучуань набирает обороты. Почти все арендованные китайским заказчиком земли в Пареевском районе республики подготовлены. Начался СЕВ. Формируется территория под уникальный для Чувашии животноводческий комплекс. Подробности в нашем сюжете. За 6 месяцев реализации проекта Чувашия Сучуань проделана огромная работа по подготовке земель в Пареевском районе. Из 5000 гектаров, арендованных китайцами, освоены почти 4500. В таких объемах земли в России обрабатываются. Но различные способы. Мы применяли экскаваторную технику для корчевания. Оправдала себя техника и сам подход оправдал. Значит, земли мы получили чистые. Сейчас дальше двигаемся. Хочу отметить исключительную порядочность наших заказчиков китайской стороны. Безусловное взаимопонимание. Платежеспособность завидная. Весной будут засеяны почти 2000 гектаров арендованной земли. В основном кормовыми культурами. Такими как овес, райграсс, клевер и кукуруза. Почвообрабатывающую технику китайцы закупать не стали. Привлекают подрядные организации. Более 30 жителей района уже трудоустроены. Общая сумма инвестиций сюда привезли более 10 миллиард рублей на территорию ЦУАШ. Нам нужно построить такой проект, который полезен местным народам и помогает развитию экономики республики. Мы начинаем очень активно, очень тесно с русскими партнерами работать за три года построить этот проект. Да, конечно, основание, что русские здесь работают. Поэтому все надежды на плечу нашего русского партнера. Китайские партнеры уже начали осваивать чувашский язык. Так проще налаживать контакты. Впечатление в Чувашии на меня произошло очень хорошее впечатление. Здесь люди хорошие, добрые, гостеприимные. Я в свободное время от работы, я тоже сам на центральный рынок, в Тебасарах, тоже покупаю капусту, мясо и общаться с местными людьми. Я здесь работаю, да, есть хорошая шанс изучать чувашский язык. Еще один проект, который обещают реализовать китайцы – высокотехнологичный животноводческий комплекс на 3500 дойных коров с полным циклом воспроизводства. Там будет установлена система автоматического навозоудаления, вентиляции и кондиционирования. Сейчас заканчиваются все согласования с энергоснабжающими организациями, изыскания на воду произведены. Сейчас уже готовится площадка. И мы надеемся, что, как обещали, что в конце года будет стоять здесь животноводческий комплекс и появится первая партия скота. А общий поголовье скота будет в пределах 10 тысяч голов. И все же самое главное преимущество комплекса – это его экологичность. Расположен он будет в лесном массиве. Потом нам пришла идея, что почему бы нам не построить молочный комплекс именно в центре леса. Здесь выдержана санитарно-защитная зона до населенных пунктов. И как бы экологически чисто и безопасно. Многие говорят, что китайцы, придя на российскую землю, начинают ее убивать химикатами. Здесь хочу вам сказать, что это совершенно в данном случае не так. Поэтому здесь будут закуплены импортные коровы, телки за хорошие деньги. И кормить их химией, я так думаю, наверное, ни одному собственнику и инвестору не будет интересно. Уже к концу года здесь, на Порецкой земле, посередине леса вырастет китайский животноводческий комплекс. Как обещают иностранные инвесторы, ему не будет аналогов Чуваши, и он будет одним из лучших в стране. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Не больше часа на диспансеризацию ребенка до года. Городская клиническая детская больница уже третий год занимается оптимизацией потоков юных пациентов. Как итог, минимальная очередь у терапевта и других специалистов. Ночью просыпается, да, нос забит. На повторном приеме терапевт предлагает сделать электрокардиограмму. При этом она сама через онлайн-регистратуру записывает пациента к специалисту. По необходимости во время приема мы сами можем ребенка записать. Хоть на АКГ, на другие исследования и другим специалистам, не выходя из кабинета, за рабочим столом. И они сразу могут уже знать, в какой день, во сколько приходит на следующий раз на прием. Как итог, экономится время и нервы как пациентов, так и врачей. Не выходя из кабинета педиатра, меня записали. И ничего не надо мне больше делать было. Ни в электронную регистратуру заходить дома через компьютер, ни в звание, допустим, в регистратуру, чтобы записаться. Все очень хорошо. При этом потоки больных и здоровых детей, что очень важно при эпидемии, не пересекаются. Пришедшие на прием по болезни не встретятся с тем, кто проходит диспансеризацию. Это называется рациональная маршрутизация. Реализация проекта диспансеризации детей первого года жизни дала очень большой эффект. И наши мамы, приходя на прием здорового ребенка к врачу, примерно за 35-55 минут проходят всех специалистов и все обследования, начиная от заборов анализов и кончая консультациями всех специалистов. Все вместе – это бережливая поликлиника. Проект, который в городской клинической больнице реализуется третий год. В дополнение – свежий ремонт в диагностическом отделении. Здесь заменили все коммуникации и полностью обновили вид кабинетов. Новое здесь и оборудование. На днях в больницу поступил видеоэнцефалограф, ЭКТ-аппарат и три УЗИ-аппарата, один из которых портативный. С ним педиатры смогут выезжать для обследования детей в сады и школы. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Андрей Шоклев, Республика. И печальная новость. Ушла из жизни бывший главный врач республиканского кардиологического диспансера Татьяна Мизурова. Ей было всего 58 лет. Татьяна Мизурова окончила медицинский факультет Чувашского государственного университета. С 1990 года она работала в республиканском кардиологическом диспансере, врачом-кардиологом, а с 2005 года возглавила это медучреждение. Татьяна Николаевна – заслуженный врач Чувашской республики, заслуженный врач Российской Федерации. Коллеги по работе вспоминают о ней как о хорошем организаторе и враче практики, спасшем жизни многих людей. Татьяна Мизурова была человеком удивительной силы воли и боролась с тяжелым недугом до последнего. Прощание с Татьяной Николаевной состоится 30 апреля в 11.30 по адресу Гражданская, 19 в Чебоксарах. Дом готов, а въехать в него нельзя. Сейчас таких объектов в Чебоксарах несколько в проблеме разбирались. Представители постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по вопросам городостроительства, землеустройства и развития территории города. Этот дом по улице Калинина почти готов. Вот уже несколько лет. Только новоселье здесь пока никто не справил. Уже два года продолжается история создачи. Дом построен на 95%, но эти 5% оставшиеся никак не могут быть сданы. Осенью прошлого года, когда чебоксарские депутаты проводили здесь выездное заседание, основной причиной, почему дом не может быть сдан, называли проблемы с электроподстанцией. Сегодня к этому обстоятельству добавилась острая нехватка по строительным нормам парковочных мест. Причем, когда город выдавал разрешение на возведение дома, у застройщика было два участка и места на все хватало. На одном из них должны были размещаться парковочные места, но в последующем в ходе уже строительства объекта один из участков был продан, реализован или каким-то другим образом отчужден. И, соответственно, дольщики и сам объект уже остался без дополнительного земельного участка, за счет которого можно было бы вопрос по парковкам закрыть. Полтора года ждут ключей дольщики дома номер 13 по улице Восточная. Причина у застройщика банальная – не хватило денег. Сейчас, как и на прошлой позиции, все почти готово. Осталось благоустройство. Сейчас сделаем озеленение и к концу мая планируем сдать. На позиции номер 18 по проспекту трактор строителей проблемы посерьезнее, чем незасеянная трава. Не готовы еще два подъезда. Однако с мертвой точки дело сдвинулось. С момента прошлого посещения объекта депутатами жильцы первых подъездов получили ключи. На данном объекте сдано более половины дома в первую очередь. Буквально в начале июня обещают сдать вторую очередь. Здесь осталось поставить счетчики и радиаторы. Все равно прогресс существенный. Вопросы по подключению к коммуникациям решили. Депутатский корпус планирует держать ситуацию под контролем, пока жители не справят новоселье. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. День депутата. Глава города Чебоксара, председатель городского собрания депутатов Евгений Кадышев встретился с жителями юго-западного района в столице. Как работает городское собрание депутатов? Какие решения они принимают и что происходит в округе? Ответы на подобные вопросы можно задать на традиционном Дне депутата. Темы этой встречи – подготовка к празднованию 550-летия города. Евгений Кадышев рассказал о масштабной юбилейной программе. Но все же самое главное на таких встречах – возможность привлечь внимание депутатов к решению актуальных задач. Стараемся эти вопросы решать. По недавней практике даже, как сказать, вот те вопросы, которые задавались по дорогам, по внутридворовым дорогам, по тротуарам много вопросов задают. Сейчас вот будет сезон, и дороги будут ремонтироваться основные, магистральные по программе «Безопасные качественные дороги». Качественные тротуары – первый вопрос на встрече после ремонта в плачевном состоянии пуска о детской школе, что на Чапаевском поселке. Дальше до школы Кадесской, особенно когда дождь, чистотый, просто невозможно. После таких-то работ, когда канал изменял какие-то трубы, там нет свалки. Было совершенно такого покрытия, как ямы были. Сегодня потребность ремонта тротуаров в городе где-то на 600 миллионов. Городской бюджет в текущий год заложен не больше 15 миллионов рублей на тротуары. Не можем им больше себе позволить. Но с этого года федеральная программа, в которой наш город уже участвует, только 35 регионов, в зависимости от этих участвований, разрешили ремонтировать и тротуары, и газон, и саму дорожную плату. ЖКХ и ремонт дворовых территорий тоже одна из самых актуальных тем. Мы отнесемся в ЖКХ Азон. У нас Азон по полной программе собирает. В конце декабря сдали полностью, получается, подканал. Подканал у нас сейчас снимает заводы по нормативу, хотя у многих есть точки. На горячую, на холодную воду. У нас, думаю, сейчас жалуются, но нам ничего не обещают. Давайте разберемся. Вопросы мы сейчас возьмем на контроль. Обратиться за помощью, да и просто высказать свои пожелания и просьбы можно не только на таких встречах. Каждый месяц 13 числа в 18.00 все желающие могут прийти в кадетскую школу имени Архипова на встречу с ответственными за округ. Официальный ответ должен прийти в течение 30 дней после обращения. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Республика. Более 40 тысяч сеянцев сосны высадили в Заволжье в минувшие выходные. Во Всероссийском дне посадки леса приняли участие сотрудники Министерства ведомств, предприятий, студенты ЧГУ, волонтеры и работники Национальной телерадиокомпании. Чтобы поучаствовать в восстановлении сгоревшего леса нужны энтузиазм, желание, а еще ведро с сеянцами и специальный инструмент меч Колесова. После пожара в 2010 году на этой территории не осталось ни травинки. Работы по восстановлению зеленых массивов ведутся ежегодно по сезону. За 9 лет удалось возродить к жизни почти 9 тысяч гектаров земель лесного фонда. В этот раз в акции приняли участие 350 человек. Общими усилиями участники акции засадили соснами площадь в 6 гектаров. До 2020 года вся территория будет полностью засеяна, обещают сотрудники Чебоксарского лесничества. Удержать равновесие самому и вывести из него соперника в Чувашии прошел чемпионат России по масс-рестлингу. Этот вид единоборства родом из Якутии и в последние годы стал набирать популярность во всей стране, в том числе и в нашей республике. Три года назад была образована федерация масс-рестлинга Чувашии. На чемпионате России наши спортсмены показали неплохие результаты. Подробности в сюжете. Московская, Брянская, Владимирская, Иркутская и другие края и области. Более 120 спортсменов из 22 регионов страны. В Чувашии сильнейший атлет России разыграли 12 комплектов медалей в 7 весовых категориях. Сейчас более 50 стран взрывает масс-рестлинг. Масс-рестлинг проводится во всем кабинетам мира. В Европе, Азии, Абилии, Африи, Африи. Залог победы в масс-рестлинге – удержать равновесие самому и сделать все, чтобы его нарушил соперник. Для этого спортсмены упираются ногами в специальную перегородку и начинают, условно говоря, бегать по доске. Важна также правильная работа корпусом и кистями рук при выкручивании палки. Побеждает тот, у кого быстрая реакция и недюжинная сила. В спортивную честь Чувашии на соревнованиях защищали 29 спортсменов. В активе нашей команды по итогам состязаний – одна серебряная и четыре бронзовых награды. Первую и вторую срочку турнирной таблицы заняли Виктория Яковенко из Москвы и Саина Седалищева из Якутии. Среди мужчин лучшим стал также якутский атлет Сергей Константинов. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Таким стал первый и предпоследний день этой рабочей недели. Завтра в эфире нашего телеканала «Изменения» в 19 часов. Мы покажем отчет главы Чувашии Михаила Игнатьева о работе Кабинета министров за прошлый год. Так что следующий выпуск программы «Республика» выйдет в эфир 6 мая. Я прощаюсь с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова